Привет! Сегодня обсудим 8 главных плюсов длительного голодания. Длительное голодание — то, которое длится от двух до трёх суток и дольше. Иногда неделю, иногда три недели, иногда ещё дольше. У такого метода есть интересные полезные эффекты. Организм переходит в режим выживания. Это вроде физиологических каникул для органов, особенно для пищеварительных, ведь каждый раз после еды эта система как бы отключается. У тех, кто ест часто, допустим, три раза в день плюс два перекуса, нет шанса испытать этот удивительный эффект. Начнём с первого. Начинают восстанавливаться клетки мозга. Не всего мозга, но определенных его отделов, включая гиппокамп, части ствола мозга и другие отделы. Это очень круто. Кто же откажется от дополнительных клеток мозга? Та часть гиппокампа, которая регенерирует, относится к памяти. Там словно бы переключается реле, которое даёт доступ к базе данных, к памяти, к картотеке воспоминаний. То есть вы сможете восстановить эту структуру мозга, чтобы улучшить память. Это очень круто. Второе. Увеличивается число митохондрий. Митохондрии — энергетические станции организма. Вы обнаружите, что энергия будет бить ключом. Невероятное количество энергии, когда вы не едите. Помните, что вы сжигаете жир, то есть питаетесь, но не пищевыми калориями. Третье. Аутофагия. Это состояние организма, при котором он перерабатывает старые повреждённые белки и другие штуки вроде бактерий и повреждённые митохондрии. То есть происходит полезная сама чистка. И эти белки перерабатываются в новые белки для построения новых тканей. Это настоящее естественное омоложение. Но чтобы оно началось, необходимо длительное голодание. Я советую проводить длительное голодание раз в месяц или раз в два месяца. Даже четыре раза в год было бы прекрасно. Далее. Усиленное производство стволовых клеток. Стволовая клетка — это клетка без функции. Она ещё не превратилась в какую-то определённую клетку. Она просто ждёт, пока организм не скажет, нужна новая клетка. Вот эта повреждена, и её надо заменить. И вы получаете новые клетки. С возрастом число стволовых клеток уменьшается. Чем сильнее стресс, чем больше сахара вы едите, чем чаще вы едите, тем меньше их становится. При длительном голодании вы пополняете резерв стволовых клеток, запас стволовых клеток. Это ещё одна причина, почему вы молодеете и чувствуете себя моложе, потому что вы больше обновляетесь. Длительное голодание — совершенно удивительный восстановительный процесс. Таблетки противовоспалительного действия в основном доминируют на рынке. Большинство денег в фармацевтике связаны с противовоспалительными. Любопытно. Ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания, просто боли и воспаление. Длительное голодание — крайне важный инструмент, помогающий человеку добраться до корневых причин хронического воспаления. При диабете очень много воспалений. Если у вас артрит, бурсит, ревматоидный, вообще любой ид, вам нужно длительное голодание. Все аутоиммунные заболевания подразумевают воспаление, поэтому лечение аутоиммунных, будь то рассеянный склероз или ревматоидный артрит, всегда включает приём стероидов, таких как притнизон или инъекции кортизона. Они снимают воспаление. Но проблема в том, что это аукается и приносит новое воспаление, и разрушает надпочечники. А голодание — очень безопасный способ уменьшить воспаление. А если у вас аутоиммунное состояние, голодание крайне важно, оно может существенно ослабить ваш недуг, благодаря влиянию на иммунную систему. Шестое — сдерживание роста опухолей. Если у вас полипки, стафу, рункул, фиброид, длительное голодание поможет вам с этой ситуацией. При голодании ваш организм питается кетонами. А опухоли не способны жить за счёт кетонов. Рак питается сахаром. При голодании мы исчерпываем резерв сахара, резерв гликогена, и живём на кетонах и жирных кислотах. Опухоли не могут так питаться, так что мы морим их голодом. Рак питается глюкозой и L-глутаматами. И при длительном голодании мы морим голодом рак. И это ещё один плюс, который я не выписал. Седьмое — увеличенное количество антиоксидантов. В организме есть антиоксидантная сеть. Это витамин С, витамин Е, цинк тоже может выступать как антиоксидант, глутатион, липоевая кислота — их целый список. Когда вы голодаете, уровень антиоксидантов у вас существенно растёт. Почему? Потому что так организм восстанавливается и защищается от микробов и тому подобного. Уровень цинка растёт при длительном голодании, а цинк является компонентом многих ферментов-антиоксидантов. Мочевая кислота тоже растёт. Вы можете решить, что это плохо, но это один из самых мощных антиоксидантов, которые организм использует при голодании. Она повышается, но затем снова понижается. Так что это не долговременный эффект, это недолгий всплеск. Просто она нужна организму, чтобы избавиться от некоторых вещей. Далее, восьмое — клеточное сопротивление стрессу. Бытовало мнение, будто длительное голодание — сильный стресс для надпочечников. На самом деле, оно для них полезно, так как повышает сопротивляемость стрессу. Вы больше не зависите от скачков уровня сахара. По сути, вы входите в интересный режим восстановления, в котором организм начинает наращивать сопротивляемость всевозможным стрессам. С одной стороны, за счёт уровня антиоксидантов, а с другой стороны, например, если вы получаете химиотерапию и при этом голодаете, ваши клетки будут выживать лучше за счёт повышенной сопротивляемости. То есть клетки становятся крепче. Это механизм выживания, который встроен в нас генетически, благодаря многим годам адаптации в прошлом. Когда организм не ест, ему нужно выживать, и он переходит в этот режим. Как же проводить длительное голодание? Я советую позволить организму сообщать вам, как долго ему голодать, особенно в начале. Дайте организму привыкнуть к этому. Допустим, вы попытались первый раз и, продержавшись всего сутки, стали есть. Это нормально, не надо спешить. Может, через месяц попробуете снова и продержитесь уже сутки с половиной, а в следующий раз — двое суток. Позвольте организму сообщить, когда нужно поесть. И я сейчас говорю не про лёгкий голод. Скорее, у меня такая слабость, у меня сахар упал, я очень голоден. Тогда, конечно, надо поесть. Поешьте. Но скоро вы обнаружите, что при голодании чувство голода уходит, и вы хорошо себя чувствуете и умственно, и в плане пищеварения. Если у вас хорошее самочувствие, оседлайте эту волну и продолжайте. Единственный случай, когда я не рекомендую голодание как таковое, ни интервальное, ни длительное, это если вы беременны или кормите грудью. Соблюдайте здоровое кето, но не интервальное голодание. Другая ситуация, при которой я не советую длительное голодание, если вы очень худы и пытаетесь набрать вес, потому что вес вы будете терять, что может стать проблемой. Можно голодать интервально, есть дважды в день. Если голодать дольше, будете худеть. Вот такая небольшая оговорка. Двигайтесь постепенно, и пускай организм сам говорит вам, сколько голодать. Много людей так делают. Они просто начинают голодать, чувствуют себя отлично, продолжают дальше, пока могут. Они могут дойти до трёх суток, а затем почувствовать, что пора поесть. Со временем вы сможете голодать дольше, но не надо это делать через силу. При этом вы живёте за счёт запасов нутриентов. Так что я рекомендую принимать мультивитамины и добавки. Я рекомендую электролиты и морскую соль. Некоторые теряли сознание, пытаясь голодать слишком рьяно. Просто они не принимали достаточно морской соли, электролитов, а организму это нужно. Ни в коем случае о них не забывайте. Когда закончите голодать, не надо сразу съедать огромную порцию еды. Восстанавливать питание надо медленно, потому что съесть слишком много будет шоком для организма. Поешьте немного. Вы ждите некоторое время, поешьте ещё. Постепенно и понемногу. Очень хорошо при голодании пить зелёный чай. Натурально декофеинизированный подойдёт. Это поможет повысить уровень антиоксидантов. Другой напиток, очень полезный при длительном голодании, худиогардонии. Она поможет подавить аппетит, чем очень облегчит процесс. Есть продукт под названием ЭДТА. Его можно найти в интернете. Это хилатор. Мне очень нравится этот продукт, потому что он выводит некоторые металлы, особенно железо и кальций, особенно если у вас отложение кальция, тугоподвижность суставов, камни в почках. Другие элементы тоже выводятся. Слишком высокий уровень железа может вызвать много проблем в организме, а это хороший хилатор. Он выводит излишки железа. Если вы принимаете ЭДТА, скажем, дважды в неделю по утрам, а во второй половине дня принимаете электролиты, это будет отлично, потому что другие элементы ЭДТА тоже выводят. Так что нужно восполнять те, что нам нужны. Я рекомендую ЭДТА для вывода излишков кальция из организма и излишков железа из митохондрии. Как вы увидите, это повысит уровень энергии ещё больше. Это полезно для улучшения кровообращения, для работы сердечно-сосудистой системы, а также для работы митохондрий. Просто ещё одна добавка, которую очень полезно принимать. Но принимать её нужно пару раз в неделю, не каждый день. Она может вывести слишком много элементов. Итак, вот они, 8 плюсов длительного голодания, если вкратце. Спасибо за просмотр.